I have ways of blowing things off. Пуле взять скин Бена, не выдавайте в скине Б. Пойдем, так будет вообще максимально отбито, насколько возможно. Пуля Заяц, все хорошо, все нормально. 12, 14, денег мне не хватает. Ну и ладно. По одной простой причине мы сегодня оказались с вами в Ганжине. Ну, кроме самой очевидной причины, что это хорошая игра. Да, также причина у нас есть менее очевидная. На этой неделе у нас с вами закончилось два больших проекта. Один был хороший, другой был откровенно не очень хороший, но какая разница. Такое редко бывает, что за одну неделю у нас заканчиваются два больших проекта. И я бы не хотел в пятницу перед выходными начинать что-то большое, что-то новое. Давайте оставим это на следующей неделе. На следующей неделе у нас с вами будет два новых больших проекта. А сегодня мы с вами просто расслабимся, загоняем в Ганжи. Посмотрим, как у нас пойдет. Главное правило сложных игр заключается в том, что перед тем, как ты начинаешь играть, нужно сказать «Ооо, я в это не играл уже» и назвать какую-то цифру месяцев, лет и всякое такое, что если ты начнешь косячить, чтобы было не стыдно от того, что ты косячишь. Ну, хорошо. Пуля у нас... Так, минуточку, ребят, сейчас. Я сделал музыку чуть потише. Иди от меня. Пуля у нас одновременно и более легкий персонаж, и более тяжелый, и легкий он, потому что, если не рачить, то первую комнату можно пройти, ну, первый этаж можно пройти относительно быстро. Но, вот вы видите, когда мы бьем, у нас вылетает меч. То есть у нас физический урон плюс стрельба. Если по нам хотя бы один раз попадут, то стрелять мы перестанем. Это будет печально. Поэтому очень стараемся не рачить. Это важно. Нет, нет. Фух. К тому же, в ничем я могу сбивать вражеские пули. Валей! Фух. Ну, да спал, конечно. Ну, конечно. Еще есть кто-то. Ага, вижу. У нас с точностью, кстати, так себе. Ну, это черта персонажа. Поэтому на дальнее расстояние надо стрелять очень аккуратно. Петарда. Граната. Потому что граната. Так, сундучок у нас обычный. У меня два ключа, но я посмотрю пока что. Прогать его не буду. Нам получение оружия на первом этаже не настолько критично, как могло бы показаться. Потому что, наверное, босса можно завалить и базовым оружием. Обычно это тяжело. Но в случае с пулей, это проще, чем могло бы быть. Так, босечка у нас есть. Давайте мы с вами секретку. Откроем. Я не уверен, что я в нее пойду, в эту секретку. Ну, пусть она лучше будет открытая. А там уже посмотрим. Нам, чтобы войти в секретку, нужно два ключа. У меня как раз они сейчас есть. Но это будет означать то, что я... Не смогу потратить ни один ключ. У нас два сундука на этаже. Обычные, стандартные. Могут выпасть еще. Каждый сундук требует одного ключа. О, пустышечка, спасибо. Пустышка на кьюв, надо вспомнить. По-моему, на кьюв. Ладно, босса мы нашли. В босса мы не пойдем. Надо найти второй сундук. И надо бы найти торговца, наверное. Посмотреть, у торговца точно будет ключ. Блин, старые добрые времена до патчей ключи выпадали абсолютно рандомно. И тогда это было больно. То есть никто не гарантировал, что у торговца будет ключ. Сейчас игру пропатчили. И у игрока есть гарантия, что на первом этаже у торговца обязательно будет ключ. Вот и торговец, кстати. И у него есть ключ, кто бы сомневался. Пушечка. Отравленный пистолет, она мне не нравится, брать ее не буду. Вообще, в магазине покупать не стыдно. Но когда ты имеешь что-то стоящее. Я знаю, что есть приверженцы игр, которые считают, что в магазине покупать ничего никогда нельзя. Нужно все обязательно выиграть, добыть самому. У нас два коричневых сундука, и у нас есть какая-то комнатка. Видите фонарик вот этот сверху? Это значит в комнатке, да. У нас есть или торговец, или кто-то еще. Цыганка. Цыганка продает исключительно проклятые вещи. Если вы присмотритесь, вы увидите такую черную ауру вокруг этих вещей. Обычно у нее более полезные вещи, брать мы их не будем. У нас есть роги единорога. Это хорошее оружие. У нас есть влюбленный лук, лук Валентина. И у нас есть пустышка. Ну, наверное, ничего из этого я брать не буду. Давайте сходим к боссу. Это рискован. Если он хоть раз по мне попадет, у меня не будет альтернативного оружия. Ладно, пойдемте. А, человека Гатлинга. Он по мне не попал пока что. Пока не попал. Хорошо. Просто зарубим его. Фух. Получилось. Я просто надеялся, что мне дадут ключ. Ключа мне не дали. Мне дали зато Рободайн. Рободайн МК-2, вторая модификация. Это крутяк. Пулю мастера мы получаем за то, что мы одолели босса без урона. По нам. Но у нас была совсем другая мотивация. У нас просто оружие перестало бы стрелять, если бы мы одолели его с уроном. Хочу ли я пойти в секретку или хочу открыть эти два сундука? Ну, я точно что сейчас сделаю. Я куплю ключ. Наверное, один сундук я открою. Коричневые сундуки, они самые простые. Ну, вот я получил ядовитую жижу. А второй сундук я, наверное, взорву тогда, получается. Я надеюсь, из него мусор вывалится. Да, мусор. Мусор сам по себе ничего не стоит. Но с мусором есть несколько классных комбинаций. У нас может быть с собой пэт, который сэр мусор. И тогда мусор будет становиться для него доспехами, оружием и всякой такой. Мусор подбирать это хорошо. Пойдем мы, наверное, все-таки в секреточку. Потрачу два ключа. Якобы мне не пожалеть об этом. Ладно, поехали. Секреточка. Мы сейчас попадаем не на второй этаж. Мы сейчас попадаем в подвал первого этажа. Тут враги посильнее. Где? А, вон. Тут враги посильнее. И еще один минус за здешнего боша. Не дается пуля мастера, если его убить без урона. Но здесь можно получить одну маленькую штучку. Грааль. И с помощью этого Грааля можно попасть на второй этаж подвала. На втором этаже подвала. Если мы вдруг доберемся до этого, я вам потом расскажу, что там будет. Потому что туда, в принципе, добраться довольно сложно. Но мы предпримем такую попытку. К тому же, любой дополнительный уровень, это возможность дополнительных денег. А дополнительные деньги здесь очень важны. От денег, в принципе, много чего зависит в этой игре. Вот гильзочки, которые мы с вами получаем, это деньги. Так, у нас есть Ghost Bullets. Это хорошая вещь. Я могу ее даже купить. Я могу ключ купить. Феникс. Феникс сам по себе пушка ничтожная. Но... О, ты ж. Фу, получилось. Но в синергию с другими вещами... Между вещами случаются синергии. То есть, они будут дополнять друг друга. В синергию с другими вещами Феникс может стать очень крутой штукой. Сундук вроде... Он вроде не дышит. К нему надо присматриваться. И сундуки, и мимики. Сундуки. Не думай даже об этом. Дело в том... Блин! Они же не восприимчивы к яду. Зато пули восприимчивы к яду. Блин. Стеклянный щит и частичная перезарядка. Я не стрелял обычными, но частичную перезарядку я возьму. Просто, чтобы ее крысить и не оставлять. Здесь, если что-то в комнате остается... И ты это не подбираешь, а ты забирает крысу. С крысой вообще есть отдельная история. Стринь, ты холстеры! Вот эти ребята... Это миньоны одного из боссов. Но они иногда встречаются на этаже. Так, снайпер. Кринус. Блин, вампир. Вампиры... Такие... Интересные ребята. Довольно сложные. Полная перезарядка. Блин, пулями меня прям засыпает. Фишка нашего меча... Он не столько хорош по урону. Он хорош именно тем, что ты можешь одновременно стрелять. И отбиваться от чужих пуль. Это просто неоценимым. В таком буллет-хеле, который здесь происходит... Отбиваться от чужих пуль. Это просто... Дорогого стоит. Частичная перезарядка. Забираем. У нас синий-зеленый сундук. Петарду рванули. Айда, спаун. Взорвись, Грена. Самоубийца, черт вы. Так, идем. Видите, есть летучие мыши из вампира. Появляются другие маленькие летучие мыши. Ах ты ж! Тварь, блин, первый урон. Ладно. Этот урон прошел по щиту. Поэтому мы еще сохранили за собой возможность стрелять. Если урон пройдет по сердцам... То возможность стрелять из меча... У нас исчезнет. Фиговы блобы! Киберпули. Киберпули, они... Скорее обычных. Блин, у нас Грааль под замком. Это вообще законная игра. Зачем ты издеваешься? А-а-а. То есть, мне так нужен ключ, чтобы открыть сундуки. Но нет, они говорят, что Грааль взять, тебе тоже нужен ключ. Я подумаю, может я тогда вообще не буду Грааль брать. Посмотрим. Может быть, оно того просто не стоит. Что у нас в магазе есть? В магазе есть ключ. Есть призрачные пули. Ключ и призрачные пули. У меня есть пол сердца где-то валяется, да? Ну что, идем к боссу, что ли? Блин, мне этот босс так-то не очень нравится. Пойдем. Тут главное хорошо защищаться от него. Прям сильно быстро настрелять не можем. Это надо учитывать. Нет, иди сюда. Блин, опасно он сейчас... Ха-ха-ха-ха-ха. Ай-яй. Жалко мне это сейчас не заряжено. Банка. Отравись, тварина. Лопни уже. Фу. Да, второго босса мы тоже убили без урона, но проблема именно в том, что... За него не дают... Нюночка, эта пушка проклятая, если я правильно помню. Да, она проклята. Это бревно. И бревно проклято. Хорошо. Откроем мы, наверное, зеленый сундук. К черту, Грааль. Не понесу я его. Попали в секретки, получили дополнительные деньги. Возьмем ключик. Возьмем, наверное, призрачные пули. Это хороший аддон. У нас будут... То, что я покупал в прошлый раз. Все пули получают проникновение насквозь. То есть, пока что мы стреляем мечом, но на будущее это хорошая инвестиция. Потому что мечом мы не сможем стрелять вечно. А это у нас теневые пули. Теневые пули, это значит, что у некоторых пуль будет появляться своя тень, которая тоже будет становиться пулей. Но это получается как дабл дэмэдж иногда. Очень прикольная вещь. Так, этот сундук нам придется разбить, забрать второй кусок мусора. По крайней мере, щит не вернули, и то хорошо. Жаль, что я получил проклятие. Вот эту деревянную пушку, которую я подобрал, вот эту вот, я не очень люблю. И за ней еще и проклятие решается. Смотрите, в чем прикол. Обычное попадание обычного монстра забирает полсердечка. Проклятый монстр забирает по целому сердечку при любом уроне. Поэтому это опасно. Чем больше проклятий, проклятий есть 10 штук. То есть, подбирая каждый раз проклятие, ты увеличиваешь его на плюс один. Чем выше у тебя уровень проклятия, тем больше шанс попадания проклятых боссов к тебе в катку. Боссов или мобов, либо кого. Крысиный ключ. Да, крысюка я, кстати, так еще и не победил. Ключик 30 стоит. Ну, 3 монетки мы достанем. Я думаю, мы сможем его купить. Сейчас, смотрите, второй уровень будет намного легче, чем подвальный уровень первого этажа. Потому что подвальный это все-таки секретка. О, перезарядочка приехала. Обычно, для обычных персонажей перезарядка это очень важная тема. Для меча это... Отравитесь, пожалуйста, сдохните. Спасибо. Для меча перезарядка не настолько важна. Ровно до того минуты, пока мы не начнем стрелять обычной пушкой. Потому что при выстреле обычной пушкой, естественно, перезарядка нам чертовски важна будет. У нас патроны будут заканчиваться. Перезарядить их абсолютно негде. Кроме как вот этими ящичками перезарядки. Нет! Черт! 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 О! С4! Хочу ли я С4? Наверное, хочу. Или оставить... Понимаете, я не могу здесь оставить артефакт, его утащит крыса. То есть один артефакт я сейчас с собой забираю, а второй мне украдут. Оба артефакта работают примерно одинаково. То есть вот С4 мы ставим и взрываем. Яд мы просто бросаем, банка разбивается и яд разливается. Фишка в том, что яд не действует на летучих монстров. Он с вероятностью 50% не действует на монстров, которые выделяют всякие субстанции, типа блобов и всякого. Такая взрывчатка работает на всяких. И она более управляемая. Возьму, наверное, взрывчатку. Вон, видите, крыс появляется. И такой, хе-хе-хе. И забирает. Хе-хе-хе. И оставляет записку. И в записке написано, спасибо за то, что оставил мне эту штуку за поздно вайл. Вот усыпальница. Сюда нужно было принести и поставить грааль. Если бы мы это принесли, центральная могила отодвинулась бы. У нас открылся бы портал... Не портал, а проход в подвал второго этажа. Я этого не сделал, во-первых, потому что там надо было потратить ключ. Но ключ я бы и так потратил. Зачем я иду пешим? Не знаю. Во-вторых, в подвале второго этажа очень прям лютый босс. Там мертвый король. И этот чувак просто нереально крут. То есть его очень тяжело победить. Я скорее в подвал первого этажа сходил чисто для того, чтобы бонусом себе чуть-чуть подобрать. Или денежек, или какая комната отвратительная. Не люблю паркур. Идёте вы знаете куда? Осторожненько, осторожненько. Обходим огонечек. Тут у нас второй снижение. Лишь бы он не горел. Нет, этот не горит. Хорошо. И он... Дружище, ты не дышишь? Нет, он не дышит. Хорошо. Если сундук дышит, то это мимик. При попытке его открыть, он на вас нападёт. И потом придётся с ним в любом случае сражаться. Видели теневая пуль? Теневая пуль. Надо попробовать не взорвать этот ящик. Ну, не ящик, это бочка. Я думал, что доспаун произойдёт. А надо в этой комнате происходит доспаун. И на этом островке вылазит снайпер. И его проще всего... У нас фиговая меткость. Его проще всего именно просто взорвать... Вон, видите, проклятая... Проклятая граната была. Красная такая. Это вот потому что у меня проклятие. И ещё один маленький плюс пули, за то, что мы сейчас играем за пулю. То есть он из расы пуль, как вы понимаете. Он металлический, и у него нету контактного урона. То есть, если мы прикоснёмся бортом к... Вон, ещё один проклятый. Блин, проклятый стал реально... Зачем я взял эту грёбаную пушку? Чёрт, надо будет... Главная фишка в чём? Что если её продать, или выбросить, или ещё что-то такое, проклятие с нас не снимется. Она уже повешена. А, вы гнинули. Есть специальное место, которое может очистить от проклятия. Но его ещё надо найти, чтобы оно заспаунилось. Оно не гарантировано. Блин! Блин! Всё, я в заднице. Целое сердце снял. Вот видели? Два попадания. Одно по щиту пошло, а второе сняло мне целое сердце. И всё. Да хорош! У меня уже минус два сердца. Но это... Это не очень хорошо. Я, наверное, буду брать... У меня нет запасных сердец. Так-то сердце 36 стоит. Я могу купить два полных сердца, но... Я бы, пожалуй, взял бы ключик. Пошёл бы, открыл этот зелёный сундук. Посмотрим, что у меня с него... Биг Бой! Вы видите, он тоже проклят. Это... Атомная бомба. Фишка в том, что это заменит наш С4, который есть. И это будет запускать атомную бомбу на определённое место. Штука хорошая против боссов. Но это, чёрт побери, второе проклятие уже будет на мне. Я не помню, по-моему, он даже дает два проклятия, если я не ошибаюсь. Это прям отвратительно. Рободайн я бы приберёг, наверное, на босса. Но я резко оказался в не очень хорошем положении. Фигово, фигово, конечно. Без стреляющего меча. А вот мы, здравствуйте, и на боссе. Ну, пойдёмте, попробуем с рободайном его завалить. Смотря кто это. Ну, это бихолстер. А, это гарпушка. У меня дофига пустышек. У неё не так много жизни, кстати. Я думаю, что с рободайном у меня довольно хорошие шансы её забодать. Если я попал бы под её волну окаменения... То я не смог бы стрелять некоторое время. Ладно, дай мне сердца, пожалуйста. Ладно, одно сердце есть, отлично. У меня у рободайна половина запаса осталась. Ну, видите, бомба мне не помогла здесь. Ну, я бы мне здесь тоже не помог бы. Стоп, не знаю. Берём ещё. Ну, мне на самом деле очень сильно повезло. Что мы получили? Мы получили револьвер Смайли. Револьвер Смайли у нас... Есть на первом этаже два босса. Смайли и второго босса, не забыл, как зовут. Он нам даёт хорошую синергию, если мы найдём... О, Биг Бой вот у меня тоже отобрали. Хорошо. Вы знаете что? Давайте я вот так проверю. Я думаю, что это какая-то отсылка, может быть, на Пиноккио. То, что деревяшка вырастает. С таким звуком. Ладно. Валим отсюда. По-хорошему надо было бы купить себе сердце. У нас есть ещё одна пустышка. Гарантированно восстанавливается две пустышки. О, секретка. Она не бьёт его, да? У меня нет ключа, очень жаль. Я бы открыл этот сундук. Я бы хотел вот... О-о-о! Я лучше телепартнуюсь отсюда. Не хочу рисковать. Прыжок очень длинный. Пушка сама по себе отвратительная, если что. Фулл-харт. Может мне пойти на фулл-харт? Давайте. Не буду жадничать, зато пойду с заряженным мечом. Пушка отвратительная, но у нас есть тут варианты на переработки пушек. Хорошо, что я нашёл эту секретку. А теперь мы опять стреляем. Хорошо. Пахли на третий этаж. Пока что у нас удаётся уделывать боссов без урона. Но с третьего этажа всё начинается уже серьёзно. Тут уже нужно прям аккуратненько ходить. Если меня успели размотать на втором этаже, то здесь шансы на это просто огромнейшие. Вот этот пацанёнок, кстати, если чё, очень опасен. Комнату видите со стрелочкой? Тут она нам предложит сделку. Посмотрим. Мне кажется, у меня есть для тебя один сундук за 57. 57 у меня, конечно, нету. Она даёт нам рандомный сундук. И в нём будет какая-то рандомная вещь, которая по её понятию мне подходит. Если что, она иногда дико не угадывает. А иногда бывает прям норм. Так что... Ну это, по сути, покупка сундука за 57 монет. Уйди от вагонетки. Проклятый маг. Вот этих магов я просто ненавижу. Я его сейчас попытался просто сбросить, но мне повезло, что он сдох. Этих магов я самих по себе ненавижу, а он ещё и был проклятый. Ну то есть я сейчас мог хорошо огрести. Вот, отлично. У нас есть пожиратель. Давайте мы ему скормим деревяшку. Бесполезнейшую. Ненавижу эту пушку. Зачем я её подобрал? И вот эту штуку скормим. Она вот так вот стреляет. Она заряжается. И потом бах! Но урон у неё далеко так себе. Поэтому мы её тоже скармливаем. Здоровье, забирай, человек. И дай нам что-нибудь человеческое. Две пушки мы меняем на одну рандомную. Стингер! Это очень крутая босс-пушка. Ну, для дальних боссов она не подходит. Но босс третьего этажа, по идее, от этой пушки будет очень сильно страдать. Ух, обошлась без деспаунов. Хорошо. Хм, синий сундучок. Это не кусатель? Нет, не кусать сейчас. Нормально. У меня проблема с ключами. В этой карте ключей прям очень мало. Их всегда мало. Но в этот раз я прям страдаю. Мне приходится... Очень! Блин, мне надо было раньше пожаловаться на то, что у меня ключей не хватает. Так что я могу зарядить? Я, наверное, на Рободайн буду заряжать. Хорошее оружие. Здесь, в этой комнате, видите, пыль. Вот, вот так вот протаптываем пыль. Сюда можно прийти с какой-то пушкой, которая водяная или с жидкостью какая-то ядовитая. Но вот так вот сюда нужен ключик. И ключик, который у нас, он сюда не подходит. Сюда нужен красивый ключ, который мы с вами видели в магазе на этаже до этого. Он стоит тысячу. Но фишка в том, что это не за одну катку тысячу. Это потихонечку на него, каждую катку нужно откладывать, откладывать, откладывать. И один раз просто украсть. Есть вещи, которые позволяют кое-что красть из магазина. Блин, это опасно. Убили. Это я сейчас из тинги расстрелял, потому что опасная очень ситуация была. Вот эти палачи, они, ребята, очень сильные. Я мог спокойно сейчас хапнуть пули. А для меня сейчас хапнуть пули, это страшно. А, храм стеклянного щита. Я получаю благословение. И три стеклянного щита. Я не помню, очищает это нас от проклятия или нет. По-моему, все-таки нет. Но я буду на это надеяться. Хо-хо-хо! Три ключа в продаже. Здравствуйте. Я... Посмотрите, я только начал жаловаться на то, что нет ключей. На тебе ключ в комнате. На тебе три ключа в подарок. Видите, с точностью у нас непорядок. Поехали лучше. Я не буду там пеша по рельсам топать. А, это босс. Отлично. То есть у нас здесь путь ко второму сундуку. Через низ. Хорошо. Сходим. Просто повезло. Опять же, вот сейчас меня исключительно меч вытащил. Очень многие ситуации, которые можно вытащить исключительно мечом. Минус этого геймплея, что ты привыкаешь к этому мечу. Ты привыкаешь полагаться на то, что твой выстрел обнуляет выстрелы противника. А потом, если ты вдруг теряешь меч, или тебе приходится переходить на другое оружие, потому что с мечом до пятого этажа идти очень тяжело. Так, одним грибком меньше, калашников, уйди. Потом перестроиться под другой геймплей вместо меча. Довольно тяжело. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Золотой сундук. У нас золотой сундук, синий сундук. Ходемте посмотрим, может мы еще один ключик нафармим. Открывать я, конечно, буду золотой, но я бы хотел и синий тоже открыть. Знаем такую комнату, знаем. Да чтоб тебя! Нет, мой меч до сих пор работает, просто я хотел обезопасить себя на все 100%. Без счета я себя чувствую гораздо хуже, потому что любое попадание по мне означает, что я останусь без меча. А, и стеклянный щит я, кстати, тоже потерял. Стеклянный щит, это орбиталка, которая ломается, если по тебе попадут хотя бы один раз. Это печально. Так, у меня есть 63 монеты. Я могу, по сути, купить себе один сундук у этой бабенки. Если чё, я забыл, что она у нас есть на этаже. Ммм, брокколи! Делает тебя сильнее. Очень крутой артефакт. Он не дает прямых каких-то эффектов. Ой, это я... Катай, это я открыл. Вот, пассивное делает тебя сильнее. Съедобные зелёные растения, семейство кабачков, этих кабачков капустовых. В общем-то, у нас есть пушки, которые стреляют и дают тебе отдачу. Причём с мечом мы делаем шаг вперёд, а есть пушки, с которых ты стреляешь. Каждый выстрел или очередь откидывает тебя назад, как миниганы, ракетный двигатель и всякое... Да, тут есть пушка-ракетный двигатель. Вот, дело в том, что с брокколи ты не откатываешься назад, он делает тебя сильнее. Ты твёрдо стоишь на ногах и твёрдо стреляешь из любого оружия. Это круто. Пойдёмте погемблим. Таким образом я забиваю на ключик, но... Ну-ка, все эти монеты... Да. Сундучок будет рандомный. Синергия. Зорган. И получается синергию с теневыми пулями. Ну-ка. Интересно, как это будет отображаться. Блин, он быстро так перезаряжается. Если кто не помнит, Зорган это пушка из пятого элемента. То есть оно стреляет самонаводящимися пулями. Последняя пуля будет рандомно каким-то другим эффектом. Это будет или самонаводящаяся бомба, или отравляющая, или что-то ещё. В общем, пушка очень классная. На зачистку комнаты она хорошая, она и на босса хорошая. Она на везде хорошая. Денег у меня осталось 6 монеток. То есть ожидать, что я с босса получу деньгу... Как-то не приходится. Идём, наверное, пока что... Идём на... Бласфами, на мече. Но мочить босса с третьего этажа на мече, это немножечко неправильно. Ладно, кто у нас тут... Попробуем его немножечко с тингером, пока он на расстоянии. Блин, он по мне попал! Чёрт! Ну, теперь мочим его с тингером. Печаль. Даже не столько печаль, что он по мне попал, а печаль именно в том, что я не получу пулю мастера за него. Блин, бомбой не попал. Смотрите, стингер, потому так и называется. А, блин! Нет! Я думал, что по мне попали, потом я увернулся всё-таки в последние секунды. По мне всё-таки попали. Ладно. Ну, попал один раз или попал два раза, это уже абсолютно не важно. Потому что пулю мастера я всё равно за тебя уже не получу, дружище. Ты можешь делать одолжение из боку? Спасибо. Третьего босса не получилось пройти на... Возьмём это, возьмём это. Наверное, на следующий этаж уже пойдём с обычной фушкой, пока я не заработаю все пол-хпшки. Надеюсь, что заработаю. Вот это колечко. Some floors are familiar. Некоторые этажи знакомы. То есть иногда мы будем видеть раскладку этажа, карты. Возможно, кстати, мы сейчас пол-хпшки выводим отсюда. Да, так и есть. Хорошо. Меч у нас заново рабочий. Секреточки тут нету? Нету, ладно. Поехали на четвёртый этаж. Жаль. Каждая пуля мастера даёт нам одно дополнительное сердце. То есть, естественно, чем больше сердец, тем больше наши шансы. Потому что сейчас четвёртый этаж, он вообще жёсткий. А пятый этаж, ну, пятый этаж. Причём игру можно закончить на пятом этаже, если пройти его. Чёртовы маги! Своли отсюда. Своли отсюда. О, я попал в него. Иди в них попадаешь. А, чёрт, как ты там появился-то? Блин, я опять без счета остался. Это неприятно. Вот этот маг. Так, вот этот чувак, он баффер. Вот этот... Есть разные маги. Есть жёлтенькие маги, которые колдуют. А, блин, я... А, блин, я... Ах, вы ж твари! Иди сюда. Меня подбили. Вот, видите, начинает сказываться, что это четвёртый этаж. Кто ещё? А ты не мимик, дружище? Нет. Ёлки! Столотехника! Столотехника! Попадалось раза три или четыре, наверное. Причём... Меня это с Женей не трогает, оно исключительно... Оно исключительно работает на врагов. Что не может не радовать. Химера! Химера это очень опасный мини-босс. Где? Бафферов надо мочить. Я не смогу вернуться. Видите, начались хп-шки тратиться. Это... Это плохо. Так, это воскрешатель. Там ещё у нас стеклянный... Кубик. Он всё-таки успел кого-то вызвать. А, это второй, наверное. Это второй, их два. Да-да-да. В этой комнате их два чувака. А-а-а! Потратил ещё хп-шку. Обидно. А-а-а! Вот этот рыцарь страшный! Так вот, насчёт химеры. То, что я вам хотел... Ой, это я могу перезарядиться? Спасибо, ребят. Хм. Химера... Ты её обычно убиваешь, но у неё есть невидимый двойник в комнате. Если достаточно долго не обращать на неё внимания, она... Она опять дублируется, и одна начинает по тебе стрелять, а другая опять станет с невидимой. Вот эта штука, я её точно беру. Зелье дружбы с оружием. Э-э... Очень сильно густует нам использование нашего оружия. Чёрт! Так попался глупо. Вот, опять же, здесь сказалось моё отношение к мечу. То, что я достаточно долго полагался на то, что меня прикроет меч. Чёрт, как паркур. И, в конце концов, меня это немножко подвело. Так. Опять перепрыгиваете. Я там не хочу. Я лучше две комнаты пройду пешочком. В общем, зелье дружбы с оружием на боссах, на крупных модах... Модах, мобах. Абсолютно незаменимейшая вещь, потому что оно бустит то оружие, которое у вас в руках. На некоторое время, но очень сильно. Так, вот эти чуваки... Они не дохнут. Они просто впитывают достаточные урона и потом лопаются, поэтому... Есть! У нас комната медсестры! Блин, как круто. Тогда подождите. Чё, сундуки стали сыпаться в комнатах? Офигеть. Классно. О! Я тебя не заметил! Есть! Посмотрим, чё за сундук у нас тут. Зелёный. Зелёный. Тут зелёный, тут синий. Глянем дальше. Комната медсестры восстанавливает полностью хпшку твою один раз. Это офигительная редкая комната. Мне повезло, что она здесь есть. А, пауков-то два, кстати. Да, спау. До свидания. Да-да-да, стреляем. Не стреляй там. Ага. Да, эта комната у нас осталась незачищенной. Пойдёмте дальше. Нет-нет-нет. Если он сейчас... А, он сейчас восстанёт. Блин, он вызвал. Почему ты не сдох? Я же бил твоего призывателя. В общем, вот этот чувак, если достаточно долго дать ему время, он призывает огромного скелета. Так, второй сундук у нас... Ну, который, третий. С ключами до сих пор попадал его. Ладно. Мы торговца не нашли, значит торговица у нас где-то здесь. Ммм. Я даже не уверен, что мне хватит на два ключа у торговца. Значит какие-то... а игра меня стебет в общем вот этот чувак вот этот торговец он продает все свои вещи за ключи игра метка горит у тебя есть три сундука которая тебе надо открыть а я тебе дам еще и торговца который хочет ключи а ключ из комнаты выпал ключ спасибо спасибо прям спасибо я не шучу второй ключ у меня два ключа есть прицел ключ 32 он тогда мне не хватит на прицел дай посмотрим что здесь предлагают а здесь у нас есть чем есть такой чувак который покупает покупать все прям вообще все все что ты ему туда кинешь он купит хочу ли ему что-то продать как минимум я хочу купить идемте открывать сундуки толстые пули ну они огромные в общем чем фишка смотрите она огромная потом на некоторое время через некоторое расстояние она становится маленькой вот пока она огромная она наносит огромный урон пушка бихолстера сокрая то что сама по себе очень классная пушка последний выстрел рождает маленького приспешника бихолстера помните мы видели таких перцев они в нас стреляли не так опасно мусор мусор я могу по сути продать сейчас весь мусор но мне даст не очень много за каждый мусор дается 33 монетки но есть шанс есть шанс что где-то за какую-то мусоринку может выпасть золотая гильза которая дает 50 нами теперь фишка вот в чем хочу ли я с мечом я наверное не пойду уже на четвертого босса на после четвертого этажа поэтому я иду с со стингером еще и стена ай блин он меня попал ну на самом деле его можно пройти чисто но для этого нужно руки прямые да он два раза на попал на самом деле вы можно это не самый сложный босс его можно пройти спокойно но для этого нужно уметь играть что мы будем заряжать зарядим стингер или зарядим я предлагаю зарядить вот эту пушку и у нас есть актив релос как of battle никому ничего не напоминает то есть гирс of war а тут как of battle и добавляет способность активной перезарядки предмета в общем кто понял прикол то понял прикол я надеюсь объяснять слишком прозрачный так лечите меня так если сказать что я чувствую себя великолепно я сказать что я не так уж ты уверен сказать что я чувствую себя великолепно то они возьмут разобьет мне об голову банку с лечебной феей эта фея чудесным образом лечит все твои жизни на фулочку о пасимон секреточку у нас даринджер и по хп что даринджер чёрт ребят так то по-хорошему даринджер это не самая плохая пушка да она всего лишь двухпатронная как в принципе любой даринджер ну ладно были четырехпатронные но черт побери даринджер просто есть возможность сейчас его продать с одной стороны а с другой стороны я не уверен что я хочу продавать ладно какой там пушка f это выбрасывать оружие причем очень называется one last week один последний трюк а зачем а зачем он не погодите ключ я купил скоп стоит 45 деньги деньги тут я тратить точно не буду но деньги мне могут позвать понадобится в кузнице поэтому даринджер я продам он стоит у нас 16 золотых 16 золотых 16 монеток ключ нику я не пойду продажу как бы у меня ключей нету поэтому купить я у него еще не могу пойдем дальше с мячом на 5 уровень тот на пятом уровне у нас уже не будет магазина у нас будет в кузне нас будет кузне пятый этаж уйди от меня пятый этаж у нас теоретически последний на нем живет дракона змей нафиг 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 нет никуда ты меня пыльнул в начало спасибо тут все заново практически в общем эта штука если она нас хватает она нас пуляет на несколько уровней назад насколько я помню рандом на несколько уровней назад ненавижу эту комнату она есть в нескольких вариациях а конечно не спалил опалка убил он тут успел под насрать нам скотина еще и на яд становиться не могу в общем я опять остался без щита это печально я эту комнату серьезно не перевариваю просто Вот эта смерть, ее невозможно убить В прямом смысле слова Она смерть Но она исчезает только когда убиваешь всех в комнате Но, если есть пушки Тут есть пушки, например, пушка волшебника Которая имеет шанс превратить любого человека Ну, любого, с кем она соприкоснется В пурицу Так вот Блин Вы все сгорите И ты в первую очередь, скотина Видели активную перезарядку, если че? Я ее... Это сложно Вот эта фишка с активной перезарядкой Это сложно Ладно, мы слили уже три Блин, уже три удара по нам попали Нееет! Чертов мини-босс Тут главное понаспавнить Вот этих вот ребят побольше Я даже забью тут на активную перезарядку Я даже забью тут на активную перезарядку Так, да, хп-шку он не восстановит И он мне щит вернет даже И ящичек И ключик Я даже получу обрез Ох ты ж Обрез Да, на пятом этаже Обрез, если что У каждого персонажа Есть начальная своя пушка У некоторых персонажей Есть некоторые бонусные Всякие способности Некоторые бонусные пушки Например, у охотницы Бонусная пушка Это арбалет У преступницы Бонусная пушка Это обрез Черт Меня эта штука Толкнула на Ура Я получил урон опять Как? Урон-ца урон Вот этого чувака Надо очень быстро убивать Я этого не делаю Культисты Культисты Они же сектанты Они же Вот эти ребята Они умеют Единственные Кроме персонажей наших Единственные мобы в игре Которые умеют перекатываться Перекатываться, Карл Мне сейчас очень сильно повезло То, что я эту комнату Размотал довольно быстро Тут была куча Очень опасных врагов Большая акула Опа Здравствуйте Иди отсюда Этот меч Если что Молот наводился на меня Так Мы пришли к дракону Но к дракону Мы пока что не пойдем Потому что нам нужно найти кузню Блин У меня такое ощущение Что Кузня вообще ни разу не здесь Вот этот Коричневый маг Он может Поглощать наши выстрелы И отражать их В нас Смерть появилась Смерть исчезла Спасибо Кто ты тварь Патрон ветеран Патрон ветеран Он просчитывает Ооо Не-не-не-не-не Он просчитывает Траекторию нашего движения И стреляет На упреждение Это очень тоже Страшная штука Сколько раз У меня уже Подлавливал Я уже тоже Не сосчитаю Так Перезарядим Частичная перезарядка Коричневая коробка Перезаряжает Все пушки Но по-моему Ту которую ты держишь В руках на 50% Остальные на 25% Ну и в принципе Меня устраивает Даже без доспауна Зеленый сундук у нас В студии Дамы и господа Открываем Жучьи сапоги Мне под конец Решили дать Немножко артефактов При перекате Оставляем за собой Лужицу яда Причем этот яд Не травит нас И по-моему Мы теперь становимся Иммунны к яду Если я правильно Помню Да Также дает нам Иммунитет к яду К любому То есть Теперь наступив Яд У нас не будет Накапливаться Эффект яда Мы сможем По нему Просто спокойно Ходить То есть Иммунитет Не только к нашему Яду От наших сапогов В принципе К любому Очень хорошая штука Но в этот раз Нам решили Артефакты Дать только Под конец То есть Смотрите У нас артефактов Не так уж Ну Как бы они есть У нас две пули Брокколи Не ладно У нас есть артефакты Просто как-то Они не настолько Имеют Такой эффект Итак Кузня Кузня Офигительная штука У нас есть Скеттершот Блин Очень крутая штука У нас есть Ракетные пули Ракетные пули Если я правильно помню Они будут При попадании Взрываться В чем бонус Во-первых Взрывы Также аннулируют Вражеские пули А во-вторых Скеттершот Пуль будет Больше Но они будут Лететь по дикой Траектории И у них будет По-моему Две трети От урона То есть Ты стреляешь Тремя Допустим Если ты стреляешь До этого Одной пулей Вместо одной Будет вылетать Три Но у каждой Из них Будет только Две трети Основного урона То есть По факту Урон останется Больше Но оно все Будет лететь В диком разлете Что я хочу У нее Кстати Можно взять Пулю Которая убивает Прошлое У нее Можно взять Ну Это тогда Мы попадем В наше прошлое Прошлое У нас уже убито За убийство Прошлого Мы получаем Скин B То есть Мы сейчас В виде розового Зайчика А значит Что прошлое У нас уже убито И пулю Нам у нее Брать не нужно Также У нас есть Давайте подумаем Что брать Это вообще Наверное Скаттершот Все таки Возьму Надеюсь Мне это поможет Ну знаете С эффектом Теневых пуль Получается Очень даже Прикольно Видите Он дает Хорошие бонусы Пойдемте Откроем Последний Ну постараемся Дойти до последнего Сундучка Если у нас Не дрохнут К чертям Видите Огромный урон Но на ближнюю дистанцию Потому что Чем дальше У меня весь урон Сгруппирован на ближнюю дистанцию У меня есть Вот эти пули Увеличивает урон На ближнюю дистанцию У меня есть Вот эти Которые Расщепляют У нас Остальные пули Они тоже Чем дальше летят Тем больше у них разлет Получается Хуже урон Вот этот мешочек Если бы он нас Переживал бы То Мы бы получили урон От этого Это не очень хорошо Смерть сектантом Опа Отхавайте Ну смотрите С таким уроном Можно в принципе жить Единственная проблема То что мой урон Сейчас висит на волоске Одно попадание По мне И я склеился Ну то есть Я потеряю меч Знаете Такое слово Накаркал Сдохнет Варина Ну что Я буду ходить С обрезом Не пофиг Ооо Голова дьявола А как она будет Со скайтершот Интересно работать Будет Три луча Потому что Ладно У меня есть Тридцать монет У меня есть Сердечко За двадцать семь Я его покупаю Потому что Мне деньги Дальше не понадобятся Неважно Пойдем мы дальше Или не пойдем После дракона Магазинов там Не будет И деньги Там уже Не понадобятся С кем мы пойдем Пойдем Наверное Со стингером У меня такое ощущение Ну давайте Дракона Змей Чертов Томпсон По мне попал Давай чувак Переходи В следующую стадию Оооо Страшно Так ладно Вот эта стадия Ну как бы Это неизбежно Нам все равно Придется прыгать Сейчас пока Он бесится Ай Не твоя Вот и бесишься Да Блин Я не знаю По моему Я ни разу Его не убивал После первого Ну то есть После первого Потока Пуль Ну что то Дракон Слился Совсем В легкую Вот этот капсюль Из его черепа Добывается Для получения Пули Времени Чтобы Убить Прошлое Так Ладно По сути Это конец Игры Но Мы можем Сейчас попасть В патронный ад Видите Вот эту дыру Здесь Если я к ней Подойду Меня утащит Лич Меня утащит Лич Какие у меня есть А я не могу здесь посмотреть Какие у меня были там пушки Был Рободайн Был Стингер Стингер Кстати почти закончился Очень классная штука Но он почти закончился Был Весельчак Был Бихолстер Пушки на самом деле Неплохие Но не имба Поэтому давайте Наверное Сейчас Просто зайдем В конец игры Сюда можно прийти С пулей времени А можно прийти Без пули времени С пули времени Пуля времени Отправит нас в прошлое Убивать наше прошлое Но прошлое уже убито Поэтому Мы сюда сейчас приходим Без пули времени Просто берем револьвер Который убивает прошлое Но у нас нету Пули времени И по сути На этом На этом сегодняшняя Наша каточка Заканчивается Я оценил Просто немного Свои возможности Заканчивается Заканчивается Вот это победа Здесь вот сказано Убит кем Никем Ты отлично справился Вот все мои артефакты Потрачены Сейчас 6 минут Оттуда Оттуда С этой развилки Я мог пойти Или же Убивать Лича Самого-самого Главного босса В этой игре Или же просто Выйти на финиш И я так посмотрел У меня оставалось Четыре красных сердца Не было брони Не было какой-то имбы У меня большинство пушек Были на ближний бой А в патронный ад Шестой этаж Он исключительно жесток К тем людям Кто в ближнем бою Там офигеть Как много подстав Офигеть Как много чего Я чувствую Что я просто Не дошел бы до Лича Если бы я даже Дошел бы до Лича То он-то меня грохнул Поэтому С этим набором Который у меня был Я бы к нему не рискнул Идти Собственно Я этого и не сделал Все На этом у нас все Побегали мы сегодня За пульку Выиграли Довольно неплохо Было весело Пишите Как вам Что вам Потому что Прошлый выпуск Ганжина Был очень-очень-очень Давно Вообще Кто его помнит Но он будет В списочке Тогда кстати Я по-моему Отвратительно сыграл Но здесь Каточка затащена Каточка выиграна Пуля у нас Молодец Пуля красавчик Все ребятки На этом все Такая сегодняшняя у нас была Пятничная побегушечка Потом будет Следующая неделя Будут другие проекты Будут другие игры На сегодня с вами Было Оружелье Спасибо что были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok